Компания «Ситивизор». Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Добрый вечер, добрый день. Программа «Особое мнение». Здесь в студии ведущая Ксения Ларина и Николай Слонидзе, который отвечает на мои и на ваши вопросы. В Петербурге проходит Международный экономический форум. И вот буквально незадолго до начала нашей передачи закончил свое выступление президент Путин. И все информационные агентства цитируют, похоже, сенсационное признание. Владимир Путин признал, что Америка – единственная супердержава в мире на сегодняшний день. Это факт. Ну, собственно, и что? Это что случилось? Да ничего не случилось. Буквально вчера еще нам казалось, что нас двое в этом мире. Вчера еще в глаза глядела. Вчера мы были тоже супердержавы. А меньше все коситься в сторону. А сегодня уже батюшки нет? Что делать людям? Ну, я думаю, что в контексте наших представлений о характере, чувстве юмора, привычках нашего президента, я думаю, что он не хотел сказать что-то суперприятное. Случайно вырвалось? Нет, не случайно вырвалось. Ну, типа того, что какие мы крутые. Вот примерно так, я думаю. Потому что у него же дальше есть продолжение. Что да, супердержава. А что в наши дела лезут? Мы это принимаем, он сказал. Мы это принимаем. А что они в наши дела лезут? Вот. Ну, это я не вижу. Во-первых, они действительно супердержава. И если брать экономический потенциал, то уж не как не мы, а только Китай может с ним как-то конкурировать по каким-то параметрам. Это все, как один принц говорил скандинавский. Слова, слова, слова. Абсолютно. Все не имеет никакого отношения к реальности. Никакой здесь сенсации нет. Здесь, что интересно, и на самом деле это, на мой взгляд, конструктивно, то, что Путин дает понять, что он готов к новым отношениям с новым американским президентом. И судя по тому, какое внимание было уделено бывшему президенту Клинтону, имеется в виду, что больше шансов, что президентом следующим станет его супруга, а не Дональд Трамп. И поэтому какие-то некие полугалантности, полукуртуазности, которые Путин произнес в адрес супругов и так далее, они говорят о том, что, ребята, если что было плохое, то давайте забудем. Особенно плохого у него действительно с Клинтоном и не было. И у него больше и больше с Хиллари такие отношения, не очень хорошо складывающиеся. Но это пока она не была президентом. Поэтому он дает понять, что готов начинать с чистого листа. И явно делает реверанс в сторону Хиллари. В том смысле, что, ну, очевидно, надо так полагать, у него есть информация, что у него шансов больше, чем у Трампа. – Ну, он же делает реверанс и в сторону самого государства, самой державы. Как бы там ни было, ирония в этом была или что-то. – Нет, нет, Сюш, не ирония, не ирония, не ирония. А такая-такая несколько отстраненная, холодноватая констатация, за которой ничего не стоит. Ну, тем более, что это правда. Это известно. – Ну, понятно, что правда, но ведем-то мы себя так, мы, говорю я, Российская Федерация, ведем себя так, как будто бы у нас двуполярный мир. Понимаешь? – Нет, нет, мы так себя не ведем. – Ну, как мы все время бьемся, как глухарь. – Мы призываем же не к двуполярному, мы призываем к многополярному миру. – Призываем-то, да. – К многополярному. – Мы ведем себя как супердержава. Все время соревнуемся именно с Америкой, а не с Европой. – Вот это, я думаю, что это элемент такой иронической, иронической, как бы, скромности. Ну, куда уж нам уж, вы такие крутые, вот. Это все в стилистике президента Путина. Ничего он такого, никак он шляпу перед Соединенными Штатами не снял. – Ну, там, кстати, если говорить дальше, вот в этом же куске, где он говорит про международную политику, про международное положение, что называется, да, он же там еще говорит по поводу санкций, что Америке эти санкции не нужны, что она их не чувствует, а вот Европа. И он обратился к некоторым представителям Евросоюза, да. Уж вы-то, наверное, чувствуете. – Тоже Америку, извини за эту тупую игру слов, да, Америку не открыл. Действительно им пофигу эти санкции, что западные, что уж тем более антизападные, которые, в общем, по большому счету всем пофигу. Даже не только Америке. Но Америке уж тем более. Да, нет, ну, я бы сказал так, если определять это кратко, вот смысл того, что сказал Путин, это прозвучало вполне себе миролюбиво. Вот это да. Вот все это вместе, и про супердержаву, и про санкции, и про свои в прошлом неплохие отношения с Биллом Клинтоном, это все в целом укладывается в характеристику миролюбиво. Это несомненно. – Ну, а теперь тогда, в принципе, о роли и значении этого форума экономического, поскольку он сегодня является новостью номер один, и без конца оттуда льются какие-то километры интервью с самыми высочайшими представителями власти на сегодняшний день. В чем его значение для сегодняшнего дня? Именно в том, чтобы показать, как у нас, ребята, распрекрасно. Давайте все сюда идите, все у нас хорошо. – Я думаю, что… – Как выставка достижений. – Я думаю, что главная задача… Ну, нет, это не выставка достижений. Это выставка, скорее, слов о достижениях. Потому что на выставке достижений там можно было хотя бы увидеть свинью на 800 килограммов весом. И это производило впечатление. – Провоцируй меня. – А здесь, ну, на любимом животноводстве, там, павильоне, что-то я там провел все свое детство золотое. Вот. А здесь-то не увидишь ты, слава богу, вот, слова только, опять же, обратно же. – А хороши слова? А цифры какие? – Слова хороши. – Я думаю, что здесь есть, конечно, очень сильный пиаровский элемент, как и в подавляющем большинстве всех наших вообще действий последних лет. У нас пиаровский элемент преобладающий, и здесь тоже. Но он стоит в том, что посмотрите, какие к нам люди приехали. Потому что я это уже слышал с экранов. И они еще говорят про нашу изоляцию. И эти люди говорят про нашу изоляцию. А смотрите, кто к нам при... И начинают по пальцам перечислять. И этот, и тот, и та. Все к нам, все флаги в гости к нам. Какая же это изоляция? Вот. Вот это, я думаю, на эту тему. Больше я не вижу. – А зачем они приехали все сюда? Расскажи нам, пожалуйста. Вообще, как это делается? Я понимаю, когда людей собирают на концерт. Вот Стинг приезжает на концерт. Понятно, что Стинг получил за это гонорар. Он не скрывает этого. И даже эти гонорары публикуются. А здесь, вот какие причины у этих людей, этих флагов с большой буквой «Ф» приезжать на этот форум? – Ну, действующие мировые лидеры, я надеюсь, гонорары за свой приезд не получают. – Я спрашиваю тебя, как здесь это происходит? – Я говорю, если бы они были отставны... – Ага, я забыл. Я больше по спорту последний день. Если бы они были отставны, тогда я не исключил бы, что они тоже получают гонорары за свой приезд. Так я думаю, что пока еще не получают. – Ну, какая мы делается? – Ну, может быть, надеются получить, когда выйдут в отставку. То есть, в чем дело? Они от наших отличаются. Потому что они отличаются от... У них же нестабильные страны, режимы. Почему они нестабильные? У них лидеры меняются. У них все начальство меняется. Раз в какое-то время. Был Клинтон. И нет Клинтона. Был там... Кто у них сейчас президент? Обама. И нет Обамы. У нас-то все время одни и те же начальники. У нас стабильнее поэтому. Поэтому те начальники, когда они уходят из своих кресел... Жизнь-то продолжается. Они еще не старые. Не все старые. Значит, они хотят с нами как-то... Они же знают, что там, скажем, был Шрёдер. – То есть, они знают, что будет все равно Путин. – Они знают, что будет Путин. Они знают, что нужно с ним какие-то отношения поддерживать так или иначе. Что Путин, в отличие от них, вечен. То есть, его срок в России, скорее всего, ограничен только его физическими возможностями. А больше никакими. Вот поэтому надо с ним поддерживать отношения, разумеется. Ну, плюс в России крутые ребята. Ну, с чем связана популярность, скажем, российского руководства в Европе? В Штатах, кстати. В Китае. Вот я имею в виду в обществе. В сетях, там, скажем. Путин же очень популярный. – Крутой. – Конечно. Крутой, брутальный парень. – Останавливаемся. – Это чисто бытовая популярность. – Две минуты перерыва. Не спится папашем. А потому, что в субботу, что в воскресенье, что булько, что бунтвы. Выходит в эфир не в девять, а в восемь тридцать пять. Вот так. А что будет, сами услышите. О том, кто и как формирует картины мира россиян, мы поговорим в эту субботу в программе «Культурный шок». Наш гость – культуролог Даниил Дондурей. Культурный шок. В субботу после тринадцати. Субботняя программа «Чувствительно» будет посвящена Всемирному дню борьбы с БАС. Наши гости – председатель Совета благотворительного фонда «Живи сейчас» Наталья Есёмина и врач-пульмонолог, медицинский эксперт и один из соучредителей фонда Василий Штабницкий. «Чувствительно» в субботу после семнадцати часов. От доступа у ней в руках и волосы огонь. Язык остел. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она, как Жанна Дарк, разгонит в раз апатию и скуку. От доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после семи вечера. Ах, Латынина Юля. Это снегопад. В июле. Три четверти россиян проживают в городах. В мегаполисах кипит жизнь, и ночью и днем мы получаем городские новости. Мы, городовые голуби и пызняков, рассказываем о самых важных из них. Полезные городские сервисы, громкие расследования и любопытные цифры. Все, что важно и интересно. От Калининграда до Владивостока. Слушайте программу «Городовые». Ведущие Андрей Пызняков и Алексей Голубев. В субботу после десяти вечера. Мы не делаем различия между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения. Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу добро на радио собакой.джмейл.ком. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу. Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо. Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа. Радио «Эхо Москвы» и компания «Артериай» представляют программу «Особое мнение». Еще раз приветствуем вас. Программа «Особое мнение». Здесь в студии ведущая Ксения Ларина, Николай Сванидзе. Мы оставимся в Петербурге, поскольку там еще два события произошло на этой неделе. И судя по скорости, с которой эти решения принимались, эти церемонии прошли, решение было принято достаточно давно, и нужно было успеть, наверное, к началу открытия вот этого самого экономического форума. Я говорю о том, что присвоено имя Ахмата Кадырова мосту в Санкт-Петербурге. Это раз. Подписал распоряжение губернатор. И, во-вторых, практически одновременно с этим открыта мемориальная доска в память Карла Маннергейма. Тоже достаточно спорная фигура. Я хотела, чтобы ты с этого начал, поскольку очень много вопросов именно по этому поводу. Многие люди пишут, что как же, он же был одним из участников организации блокады Ленинграда во время войны. Как можно было ставить ему памятный знак? Вот, пожалуйста, про это немножко нам скажи, как историю. Во-первых, это, на мой взгляд, не имеет никакого отношения, ты меня извини, конечно, к экономическому форуму в Петербурге. Не то, не другое. Не то, не другое событие. Какое? Какое? Что, Саркази пошел открывать мост Кадыр? Ну, не Саркази, а вся делегация во главе с людьми, которые ставят власть в России, они там были. Почему, что ты так говоришь? Ну, хорошо. Это знаковая вещь. Все об этом говорят. Идовского Маннергеева пошли? Да. Материал, я не знал, кстати. Ну, что ты. Мединский там выступал. А, ну нет, это другое дело. Это другое дело. Это официальное мероприятие. С этого надо было... В программе записано в рамках форума. Открытие доски памяти товарища Маннергеева. Если Мединский, это другое дело. Значит, возвращаемся к кандидатуре Густава Карла Маннергеева. Карла. Да. Он вовсе не однозначная фигура. Он совершенно однозначная фигура. Он русский генерал. Петербург – город его юности. Он там учился в Николаевском училище. Он имеет и всю жизнь держал на своем столе подаренную ему с подписью фотографию государя-императора Николая II. Он абсолютно никогда не был, что называется, русофобом. А думаю, что пока он жил в России, он даже был российским патриотом. Ну, русский офицер, русский генерал. А потом, после революции, как у многих русских офицеров и генералов, жизнь у него сложилась драматически. Он был вынужден покинуть пределы Российской империи, а потом уже там Красная Россия, там уже она по-всякому называлась. И стал вовсе финским генералом. Блистательным причем. И Финляндию он спас после того, как Сталин на нее напал, называя вещь своими именами, в соответствии с решениями, записанными в секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа. Он, когда присоединил Прибалтику, он решил присоединить и Финляндию. И тут-то у него был облом. Потому что финны сопротивлялись просто зубами и ногтями. И руководил их обороной маршал Маннергейм. Который тогда нам показал, как надо воевать. После этого, да, была Великая Отечественная война, в которой Маннергейм был на стороне Гитлера в первые годы войны. Но нечего тут тоже рожу кривить. Потому что, а мы сами на чьей стороне были в первые годы войны? А именно, с 1939 года, с момента заключения пакта, и, соответственно, с 23 августа 1939 года был заключен пакт Молотова-Риббентропа. 1 сентября началась Вторая мировая война. Гитлер напал на Польшу. Мы были в это время в союзных отношениях с Гитлером. И до 22 июня 1941 года, когда Гитлер напал на нас, мы оставались с Гитлером союзниками. Поэтому говорить о ком-то, что он был в союзе с Гитлером, чья бы корова мычала. Значит, и он, да, был союзником Гитлера. Мало того, вот это вот самый жесткий пункт в его биографии, что касается открытия доски в Питере, я имею в виду. Финская армия организовывала севера, не организовывала севера, а осуществляла, обеспечивала блокаду Ленинграда. Маннергейм тогда не был президентом. Он стал президентом в 1944 году в Финляндии. Но он тогда был министром обороны. Но, и об этом, кстати, говорил Гранин, писатель, замечательный фронтовик. Я думаю, что здесь его мнение перевешивает очень многие мнения. Который был сторонником того, что нужно открыть ему какую-нибудь доску. И, кстати, в 2007 году был открыт бюст к 140-летию Маннергейма. Был открыт бюст наш Палерный, по-моему, в Питере. Не приняло, общество не приняло это. Общество может как угодно, принимать или не принимать. Общество – это кто? Общество – это те, кто по телевизору что-то узнал о Маннергейме. Говори, говори дальше. Обществу сказать, что Маннергейм был русский патриот, общество поверит. Обществу сказать, что он осуществлял блокаду, общество поверит. Обществу сказать, что он был футболист, общество тоже поверит. Поэтому... Не уважаешь-то народ. Нет, почему здесь уважаешь, что не уважаешь? Народ... Что же он такой тупость? Почему здесь тупость? Народ ориентируется на информацию, которую он получает. А информацию он получает с экранов телевидения. То есть, как левая нога Мединского захочет, так называют. Нет, нет. Можно подумать... Потому что ты, когда рассказываешь про этого человека, все абсолютно логично. И ты говоришь, чья бы корова мычала. Все абсолютно логично. Но это не может быть логикой сегодняшний тренд. Там все не выдергивают по нитке. Вот тут правда, а вот тут вранье. А тут опять правда, а вот тут чуть-чуть правда. Они же не так рассуждают, как ты, правда? Это к чему сейчас все говоришь? Ну, к тому, что я не понимаю тогда... Чего? Какая логика у тех людей, которые принимают решения? Это отдельный вопрос. Объясни мне. Я сейчас тебе рассказываю неправильно. Чем так дорог Маннергейн господину Мединскому и военно-историческому обществу? Слушай, во-первых, такие решения принимает не Мединский. Я в этом убежден. Значит, и не военно-историческое общество. Эти решения насчет Маннергейма, они должны приниматься на более высоком уровне. И насчет моста Кадырова тоже на более высоком. Это уж точно совершенно. Все без шуток. Значит, абсолютно. Значит, я тебе рассказываю не о логике принятия решения в открытии доски Маннергейму. Я тебе рассказываю о том, что собой представлял Маннергейм в контексте российской истории. Может, ну, там, скажем, нельзя же открыть памятник Власову или доску? Нельзя. А Маннергейму можно. Так вот, я тебе помянул Гранина. Гранин утверждает, и абсолютно справедливо, что да, Маннергейм руководил обеспечением севера блокады Ленинграда. Но он приказал не стрелять по городу. Он согласился возглавить вооруженные силы Финляндии и участвовать во всей этой операции с условием, что он не будет брать Ленинград. У него был ряд условий, которые сейчас кажутся, может быть, слишком конкретными и, может быть, даже и не крупными. А они были тогда очень важны. Скажем, отказ стрелять по Ленинграду спас очень много тысяч жизней ленинградцев. Отказ брать Ленинград тоже. И после этого он был фактически... Он не был никогда нацистом. Он не был никогда там сторонником Гитлера. Он был сторонником свободной и независимой Финляндии. И когда он увидел в середине войны, что дело Гитлера швах, он пошел сначала на сепаратные переговоры с Союзом, со Сталином. Потом он пошел на сепаратные переговоры с западниками, то есть с американцами и англичанами. И в 1944 году он вышел из войны. Он был вполне себе прагматик. Поэтому в целом, говоря, я не вижу противопоказаний насчет доски. Теперь почему ее решили сейчас повезти? Зачем им понадобился сегодня Карл Густав Моннергейм? Ответ не знаю. Значит, со мной никто... Всем потревожили его мощи. Со мной никто не советовался. Я не исключаю, что это шаг дружеский по отношению к Финляндии. Вот это мое объяснение. Что это дружеский шаг по отношению к Финляндии. Выбрали такую фигуру. А это, несомненно, национальный герой Финляндии. Однозначно. Они просто на него молятся. И при этом решили, что да, вот он такой русский генерал. Да, он был уж ни в коем случае не советский. Он не был русофобом. Но он был антисоветчиком. Несомненно. Эта тема не касается... Это подчеркивается во всех выступлениях министра культуры, что это памятник герою первой. Ну, и Деникин был антисоветчиком, которого перезахоронили в нашей стране нормально. Спорный вопрос. Не будем это обсуждать. Ну, почему не будем? Нет, я имею в виду, что для них это пока спорный вопрос. Они стараются об этом не говорить. Они стараются об этом не говорить, потому что они стараются не получать множество... Не злить против себя народ. Они вообще эти вопросы стараются не обсуждать. Потому что если наехать там на красных, то будут сопротивляться белые, их потомки, их сочувствующие им люди, и наоборот. В этом, кстати, есть своё разумное зерно. Своё разумное зерно. Останавливаемся пока и вернёмся через несколько минут обратно в студию. И компания RTVI представляет программу «Особое мнение». Возвращаемся в программу «Особое мнение». Здесь в студии Ксения Ларина, это я и Николай Саванидзе. По поводу другого объекта. Тут наши слушатели пишут. Вот если он такой хороший, Маннергейн, почему бы тогда в честь него не назвали мост? А к Кадырову вы повесили бы табличку где-нибудь на стене? Ну, знаете, не я принимал это решение. Кому мост, кому табличку, это уже к Питерсу. Да, серьёзно. Это уже стёк идёт. Ты видел, как пытались это решение продавить. Мы с тобой это обсуждали. Собрали почти 100 тысяч подписей в интернете. Петиции отправлялись. Это по поводу Кадырова. По поводу Кадырова, да. Люди выходили на, ну пусть небольшое, но всё равно какое-то движение в Петербурге было. Не будем делать вид, что его не было. Было ощутимое сопротивление большой части общества против этого назначения, против этого названия. И вот мы видели с тобой, как в ЗАГСе, в ЗАГСе, в ЗАГСе собрании Максим Резник пытался эту, депутат питерского парламента, пытался эту петицию процитировать. Ему просто не дали, как в лучшие времена. Просто отключили микрофон и всё. И всё, чем кончилось. Подписали просто одним махом. Даже маму не успели сказать. Что это такое было? Объясни, пожалуйста. Что это было? Ну, политическое решение. А зачем? Мы с тобой это обсуждали. Вот сейчас у тебя есть какая-то ясность после этого? Когда всё-таки люди пытались каким-то образом противостоять этому. Обстоятельно бесполезно. Бесполезно. Нет, ну вот такие решения у нас принимаются. Я тебя как-то цитировал. Цитировал там из Герцена, как там принималось решение в своё время о введении в Академию художеств одного влиятельного персонажа. Ну, нормально. Решили сделать приятное. Кто-то решил сделать приятное даже не столько, может быть, Кадырову, сколько президенту Путину. От самого ли у президента из Кремля ли поступило это указание? Не думаю. Не знаю. Но не думаю. Ну, много желающих сделать приятное. А кто скажет нет? А кто скажет нет? Ну, кто? Олег Басилашвили, Александр Николаевич Сокуров. Не последние люди. Здрасте. При всём огромном уважении к Басилашвили, к Сокурову. Действительно, это лучшие представители нашей интеллигенции. Но административные решения принимают не они. Их никто не боится. А люди, которые принимают решения, которых боятся, которым хотят угодить, которым не хотят не угодить. Это совсем другие люди. Они носят совсем другие фамилии. Вот. И от этих людей никакого запрета на то, чтобы назвать мост именем Ахмата Кадырова, не поступало. Ну, будет мост теперь Ахмата Кадырова в Питере. Действительно, это началось с шуток. Через какое-то время будут называть Ахматовским. Мне кажется, его никак не будут называть. Да. Потому что он безымянный, он таким астином. А может быть и никак. На самом деле, конечно, казалось, какая-то фитюлька. Я никакой человек. Но это событие... Почему мы так это обсуждали так горячо? Сколько времени длилась эта проблема? Вот она длилась. Это событие обсуждали горячо, потому что возникло ощущение, что в очередной раз переламывают через колено. Вот, собственно, это очень неприятно. Потому что, действительно, повод-то, он не бог весь какой серьезный. Да, он абсолютно не так. Ну, некий окраинный, там, мост безымянный. Назвали именем действительно очень серьезного, там, человека. Но просто было ощущение, что переламывают через колено. Это очень неприятное ощущение, о чем бы ни шла речь. Маленький ребенок даже не любит, когда его насильно кормят манной кашей. Хотя это приятно и вкусно, и питательно. А насильно не нравится. Вот и здесь не нравится. Лидер Чечни Рамзан Кадыров буквально сразу же после того, как было решение это принято и озвучено, официально написал в Инстаграме благодарность лично Полтавченко и жителям Петербурга, что они приняли такое решение. Вот, видишь, позитивчик. Пошли-ка мы на футбол. Наконец-то. Ну, на самом деле, там тоже дела не ах, потому что, конечно, хочется поговорить и про футбол, который я смотрю с огромным удовольствием. Но там что творится вокруг, ну, напомню, что там арестовали сколько там, арестовали много людей наших российских. Там человек 20 высылают, по-моему, троих соль. Троих приговорили уже к реальным срокам, а сегодня арестовали еще троих в Кельне, которые подрались с испанскими фанатами. Скажи, пожалуйста. Не с фанатами, по-моему, с туристами. Ну, они там были какие-то обузнавательные шарфы, антифаз, там какая-то фаната. А в Кельне откуда там фанаты-то возьмутся? Чемпионат-то проходит не в Кельне, а во Франции. Вот ты, поскольку болельщик, это так всегда было? Или какая-то все-таки грань переедена вот в этот раз, когда ты вот смотрел на то, что там происходит в том же Марселе? Нет, вот наши так отвязались впервые, так сильно. Отвязывались, я помню, в Польше, но не в такой мере. А сейчас отвязались по полной программе. Ну, это можно было ожидать, потому что наши... Их неправильно называть болельщиками. Я бы сказал, что их даже фанатами неправильно называть. Хотя фанаты – это не такое слово, как болельщик. Болельщик, оно более такое мягкое. Болеть человек за футбол, болеть за своих. Фанаты – это уже более жесткое обозначение. Это уже значит, что уже, в общем, на футбол-то наплевать. А так фанатеют и все. Вот эти ребята, они, может быть, даже и не фанатеют. Я не исключаю, что они вообще не знают, каким местом нужно мячик пинать по футбольным правилам. Они представляют какие-то организации, локомотив, синамо, фигамо. Они не просто представляют, они там возглавляют, я прочитал. Там один какой-то пацан, он там возглавляет клуб болельщиков. Арсенала Тульского, известная команда. Другой там клуб болельщиков тоже, по-моему, возглавляет. Московского «Динамо». На минуточку. А третий, по-моему, вообще он функционер. Функционер. Я прочитал, что он директор отдела по работе с болельщиками Московского локомотива. То есть, это футбольный и спортивный функционер, чиновник клубный. Он даже не просто там некий с мороза пришедший болельщик, фанат, как угодно. То есть, эти люди, они приезжают подраться. Они приезжают руку правую потешить. В соответствии, конечно, с той атмосферой, которая имеет место в нашей стране. Несомненно. Потому что, если бы вот такие люди не пользовались популярностью, не пользовались поддержкой, если бы ими не восторгались, им бы не аплодировали, причем на разных уровнях, в сетях, сверху на уровне начальства. Ну, смотри, официальные лица. Маркин. Маркин. Лебедев в Думе. Аплодируют. Говорят, ну, какие настоящие мужики. Вот британские, они провокаторы. А эти наши настоящие пацаны. В скобочках напомню, что как раз лидер этого движения, президент, генеральный скритерий, движения Всероссийского общества болельщиков, он как раз правая рука и помощник депутата Лебедева, чтобы понимать, что это не просто так. Я где-то прочитал, по-моему, это сказала Латынина где-то, что, Юля, что он зигует открыто в сетях, этот парень. То есть, там среди них, среди них, в общем, нацистские настроения очень распространены. Что всегда, кстати, в фанатской футбольной среде, во всех странах, надо сказать, распространены фашистские нацистские настроения. Но вовсе не во всех странах им большая часть населения или большая часть населения аплодирует. Какие-то дамы средних лет в воздух чепчики бросают. Какие наши молодцы. Как они показали этим англичанам. Но потом, кстати, в том числе и представители высших эшелонов власти, они свои слова начали брать назад. Не то, что отказались, но как так приумолкли и приутихли, потому что... Копия в первую очередь. Да, потому что выяснилось, что это сейчас непопулярно, поскольку мы можем огрести по полной программе. И плюс к этому выглядит немножко смешно, потому что если бы мы еще при этом и на футбольном поле побеждали, это бы как-то смотрелось. А когда на футбольном поле пока что достаточно кисло, а около футбольного поля мы как будто бошки бьем, это действительно воспринимается как признак немотивированной агрессии. А мы и так, к сожалению, в последние годы, наша страна ассоциируется именно с немотивированной агрессией, с постоянной демонстрацией своей брутальности, с постоянной демонстрацией своих милитаристских настроений. Это вписывается в образ. И это очень неудачный для нас образ. Может быть, поэтому, кстати, и в связи с этим вышеупомянутым сегодня экономическим этим форумом и вообще, я думаю, в Кремле могли поморщиться. Так у нас, извиняюсь, чемпионат мира в 2018 году объявлен по футболу. Это тоже наверняка имеет значение, что у нас эти люди так себя ведут размузданно. Куда же люди? Нет, ну, конечно. Представим себе, что то же самое происходит у нас. Так мы все время говорим, что это проблема французской полиции, а так это будут проблемы нашей полиции. Это совершенно будет другая песня. Но, с другой стороны, ведь не секрет же, что очень часто власти используют эти так называемые фанатские сообщества для деликатных поручений. Мягко говоря. Мы же это с тобой знаем. Писали уже французские исследователи некоторые, что это вообще новая генерация российских фанатов, что это не дядьки лысые с пивными животами. Это профессиональные бойцы, которые ведут аскетичный образ жизни, которые не пьют, не курят и не выходят из спортзалов. И там постоянно лупят руками и ногами по грушам. И они просто тренированные бойцовские парни, которые действительно специально едут, чтобы потренироваться, подраться. И потом их можно... Ну, есть слово тетушки. Известное. И до и после можно использовать легко, натравливая их уже не на представителей команды противника, а на политических оппонентов. Послушай, мы это видели, начиная там с той самой манежки. Помнишь, после убийства одного из участников движения, что это было, да? Мы это видели. Нет, это в принципе... А Бирюлева? Разве там не использовали фанатов? Это такие штурмовики, которых можно использовать как угодно. У нас осталось две минуты, две, да? Про футбол. Что именно? В смысле, про сам футбол. Скажи, что это позитивное. Про сам футбол. Хороший футбол-то на этом чемпионате. Футбол хороший, хотя пока что не очень результативный. Результативных игр мало, но игры напряженные. Игры все равные. Там ломаются французы с албанцами до последней минуты, скажем. Немцы не могут победить поляков, хотя у поляков достаточно крепкая команда. Очень много пока неясностей. Ни один из фаворитов пока не провалился. Играют до последней минуты. Очень много голов на последних минутах забивают. Наши, кстати, забили на последних минутах два раза. Наши команды мне нравятся больше, чем на последнем чемпионате мира. Они хотя бы стараются. Они бодрые. У них глаз горит. Игры нет. У нас слабый футбол. У нас, в принципе, слабый футбол. У нас футбол на очень-очень среднем европейском уровне. У нас нет ни одного футболиста, который играл бы в серьезной европейской команде. Ни одного. Достаточно посмотреть на наши трибуны во время внутренних матчей внутреннего первенства. Они пустые. Посмотрите на трибуны в Англии, в Германии, в Испании, в Италии, во Франции. Там народ просто беснуется, и там негде яблоко упасть. У нас пустые трибуны. Футбол не наш вид спорта. Это так. А почему у нас такие бои, как будто бы это Вторая мировая война? А потому что это для нас Третья мировая война. Мы это воспринимаем не как футбол, не как игру в ножной мяч. Мы это воспринимаем как войну. Мы это воспринимаем как возможность дать по мозгам англичанам, полякам, кому-то, если украинцам, если Бог даст, вот мы именно так воспринимаем это, как войну. И поэтому и болеем больше даже не... Ты посмотри, ведь на всех этих ток-шоу сейчас обсуждаются не игры. Обсуждается, кто кому... Чего показал. Кто кому чего показал, да, и в какой форме. А сам футбол, ну, это прекрасная игра, и смотреть одно удовольствие. У нас еще есть шансы, кстати, выйти из-под группы. Обязательно нужно обыгрывать Уэльс. Обязательно. Я думаю, что если мы не обыгрываем Уэльс, проигрыш или нича, у нас нет ни одного шанса выйти из-под группы. Если мы обыгрываем Уэльс, у нас очень большие шансы в любом случае со второго или с третьего места выйти из-под группы. Поэтому все зависит от нас. Спасибо большое. Это Николай Сванит. Это программа «Особое мнение». Чтобы продать квартиру быстро, нужно снизить ее стоимость.